Что значит продвигать? Копировать бизнес, развивать этот же, делать дополнительные 5% продаж, удвоить продажи. Все очень по-разному. Сколько будет дважды два, мы продаем или покупаем. Зачем мы это делаем? Что мы хотим получить по итогу? Какой у нас на это есть бюджет? А потом уже как? Сначала зачем? Но глобально посмотреть на динамику рынка, наверное, подумать, за счет чего вы развиваетесь здесь. И посмотреть, сможете ли вы за счет этого же развиваться на том рынке. Или же там какие-то другие приоритеты. Может здесь у вас быстрая доставка. Но в Англии как бы и так быстрая доставка, к примеру. То есть та уникальность, благодаря которой вы развиваетесь здесь, на как она будет работать там. И если там компании в вашем сегменте, которые уже работают с этой уникальностью, насколько они успешны. Тем более, что чем более развит рынок, тем больше открытой статистической информации. Бенчмаркинговые сайты посмотреть. Посмотреть информацию по компаниям, работающим в этом сегменте. Проанализировать их деятельность, обороты, доходы, там, т.д. И после этого уже понимать, как туда выходить. Ну, изначально всегда чего вы хотите. И это самое сложное. Потому что там очень часто бывает, что вот, давайте сделаем бизнес. Ну, давайте. Или такой вариант, что, девушка, давайте с вами бизнесом займемся. Давайте только, чтобы мама не узнала. То есть что человек понимает как бизнес. Что человек понимает как развитие компании. Вот. Какие цифры, какие доли рынка, какие вложения, в течение какого срока. Ну, все начинается с того, чего мы хотим получить по итогу. Ну, кстати, вполне нормально, что я хочу попробовать, что у нас произойдет на этом рынке. Хочу поиграться. У меня есть свободная сумма X, которая готов потратить на игрушки. Тогда можно, если вы на этом рынке чувствуете себя хорошо, тогда можно просто повторять начинать. Тупо повторять. И потом управление подклонением. Повторили, посмотрели, что не получилось, по шагам там, да. То есть мы готовы там на этот рынок вложить там по 100 тысяч евро в год на проверку этого рынка. Но через там 5 лет там хотим получить там такую долю. Такой вариант тоже возможен. Но надо понимать, с какими целями, с какими ресурсами вы на него идете. То есть универсальных рецептов нет. Как только я слышу тему по универсальному рецепту, ну, это значит, что-то не так, наверное. Потому что карта не есть территория. Мы живем по карте, а клавиа на самом деле работает территория, особенно в бизнесе. И как раз вот эта тема партизанского маркинга возникает. Потому что классический маркинг работает по карте, по исследованиям, по тому, как должно быть, по типовому поведению потребителей. А партизанский хороший маркинг, да, работает по территории. То есть реальная ситуация, реальная раскладка. Кстати, вот очень простой пример, как отличить хорошее промоагентство от плохого. Хорошее промоагентство, прежде чем предоставить бюджет, поедет, посмотреть локации, точек, где они будут промотировать. А плохое предоставит бюджет сразу. Вот и все. Очень простая разница. То есть вот контроль, да, если вы делаете промо в какой-то розничной точке, да, не просто там кто-то, да, но когда компания реально что-то понимает, да, они сначала приедут, если у вас 100 точек, они приедут хотя бы в 30 из них. И хотя бы возьмут карту, да, и заедут в 2-3, если не типовые. И только потом будут представлять какие-то вещи. А когда вы даете бюджет, вам через там неделю присылают там весь расчет с промо-программой, да, потом окажется, что в одном месте баннер не зависнет, в другом месте как бы вам нельзя будет готовку устроить, и потом еще что-то. Но это вот нормальное понтовое агентство. К сожалению, таких больше. Но есть профессиональные. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok